Онкология остаётся одной из главных причин смертности, занимая второе место после сердечно-сосудистых патологий. Поэтому большое внимание уделяется этой проблеме. В Карачаево-Черкесии создаются необходимые условия для лечения и профилактики больных. Также подходит к завершению строительство нового онкологического центра. Альбина Ламкова продолжит тему. Борьба с онкологическими заболеваниями тесно связана со многими важными факторами. Одним из главных направлений в успешности лечения рака считается ранняя диагностика. Она зачастую помогает или полностью побороть эту болезнь, или продлить жизнь на долгие годы. Ещё главным препятствием в лечении рака становится страх больных перед предстоящими процедурами. Многие молодые женщины, узнав о диагнозе рака половых органов, делают ошибку, обращаясь к народным целителям. Всё это несёт за собой непоправимые последствия, говорит заведующая онкогинекологическим отделением Карачаева-Черкесского онкодиспансера Лариса Колобекова. Лечится различными народными средствами, травами, иногда ядовитыми веществами, бухгаворами и всем прочим. И обращаются к нам уже, когда имеется осложнение от этого лечения народными средствами. Когда имеется кровотечение, перитонит. И получается, что мы оказываем палеотивную какую-то симптоматическую терапию вместо радикального лечения. Если рак шейки матки выявлен на ранней стадии, возможно полное излечение и возврат к полноценной жизни. Существует много различных методов к распознанию этого заболевания. Самые ведущие в настоящее время – кольпоскопия, сонкоцитология и ВПЧ-тестирование. ВПЧ, то есть вирус по полному человеку, на сегодняшний момент считается наиболее доказанным экзогенным этим патогенетическим фактором, который вызывает рак шейки матки. В новом онкологическом центре возможно применение жидкостной цитологии. Это наиболее точный метод диагностики. Ранее для борьбы с раковыми заболеваниями жителям республики приходилось выезжать за её пределы. Сейчас в новом онкоцентре создаются условия, при котором люди с раковыми заболеваниями будут получать нужное лечение. Также высокая смертность среди больных раком молочной железы. Поэтому каждая женщина раз в два года должна проходить маммографию. Профилактика абортов, чтобы не было абортов. Если аборт вредит здоровью женщины, то беременность и роды, они приносят пользу. И это тоже является профилактикой локачественного заболевания молочной железы. Женщины, которые не рожали, женщины не рожали вообще. Женщины, у которых были поздние роды после 35 лет. Женщины, у которых наступила поздняя менопауза, ранние менструации. Это женщины, которые в группе риска. Одним из современных анализов на рак считается генетический. Он достаточно прост для пациента и проводится путем одного забора крови. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Корчаева, Черкесия.